Всем привет! Как я понял по данной новости, все-таки Украина дошла до бананового уровня. Что такое банановый уровень? Так сказать, банановые государства, в которых всяческие богатые страны размещают свои военные базы, только не обычные военные базы, как типа какой-нибудь там Литве или Польша-Про, а именно какие-нибудь базы подготовки всяких там мясников и извращенцев. Вот Украина как раз дошла до такого уровня. Уже и так понятно, кто именно и за какие деньги будет подготавливать ИК в Херсонской области. Если вы думаете, что это только на Russian Today, то эта новость практически везде. То, что в Херсоне тренировочный лагеря ИК, это говорит, что скоро Украина точно попадет в Европу. Ее там как раз ждут, как раз откроют границы, сделают безвизовый режим, и уже подготовленный ИК в Европу толпой, конечно, единицы. Интересно, за чьи же деньги они вот этих самых ИК будут подготавливать. Точно же не за украинские деньги. А потом будут говорить, что ИГИЛ это мусульманское такое вот государство, религиозное, которое само собой почему-то возникает. То Талибан, потом ИК, то есть он Дайш, тот самый Дайш, как он называется. И почему-то Штаты Европы с ним совершенно не борются. А борются только Россия и ее союзники. А тут так интересно, тут прям в Херсонской области этот ИК появился. Если вы мне не верите, что это источник не только Russian Today, я сейчас возьму и посмотрю другие источники. Мы перемещаемся в Google. Мы видим, что об этом сообщило Russian Today, Лента.ру, РБК. РБК, кстати, совсем не провластная. СМИ. Так, здесь видим детские лагеря. Видим НСМ. Ну и далее здесь мы можем увидеть крымские ресурсы. тот же самый РБК. Я вам покажу, что настоящий РБК, а не подделка. Ссылается на другие источники. Ну что, теперь будем детей отправлять на Украину, да? Отдыхать. Приятного отдыха вам вместе с ИК. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова